И опущенная новина со столицы Полесья. Когда недавно жахар в Пинске хваливало пытание, как позбавиться от нодокушливых ворон, то сегодня пиншуки устревожены массовой погибелью представников этого рода пернатых. По своей природе ворон-птушка усеядная, а значит рацион ее харчевания разностайной. В общем, и такая непереборливость уезжает и стала причиной массового моря ворон, меркуют специалисты. Подобязанности высветлили наши пинские корреспонденты. Мертвые птушки омаль на кожном кроку, под древами, под кустами и просто побачь с тротуарами, где гуляют дети и дорослые. По словах видоводчица, птушки падают с древа и помирают. Возле нашей школы, я работаю в музыкальной школе, Дыши номер один, лежали две птицы мертвых, я их припрятала под елочку. И в тот же день, вечером, я нашла возле этих двух елочек, вот там сороку и ворону, и здесь тоже сороку. А в самом центре историчной частки столицы Полесья загинули птушки целыми кучками, лежать под древами и кустами. Колькость мертвых птушек вылечивается уже не десятками, бояны лежать по улицах усяго города. Версии причины их массовой гибели – шмат, але докладных отказу на пытание покуль нема. Проводятся мониторинговые мероприятия на то, чтобы определить, проверяем те места, где данная колония птиц может питаться. И, соответственно, может быть где-то в этом месте мы найдем тоже какие-то падшие особи. То есть для того, чтобы определить хотя бы где, если они травятся, в каком месте это происходит. Направлены образцы на исследование таких болезней, как птичегрипп и болезни кастла, то есть сердце чума птиц. В пятницу был отобран материал, значит он подготовлен и сегодня был он доставлен в Белгосфитцентр. К концу недели, я думаю, что результаты будут уже лабораторных исследований известны.